доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели снова мы на финансовых рынках после выходных я надеюсь то что вы воспользовались моим советом и сохранили хорошее настроение расположение духа потому что это очень важно друзья на этой неделе у нас очень много супер важных фундаментальных событий на этой неделе заседание американского регулятора решение по процентной ставки как вы помните скорее всего фрс ее снизит в очередной раз на 25 базисных пунктов кроме того мы продолжим следить за статистикой по ключевым другим регионам мы будем также следить за решением банка канады по процентной ставки с некоторых пор ну точнее уже недели 2-3 мы в ожидании потенциального триггера который может обвалить канадский доллар в последнее время статистика которая опубликовалась она в принципе была удручающей но не то чтобы совсем плохой но все-таки на плохих данных можно было бы заложиться под более высокую вероятность снижения ставки банком а канады пока что канадец на это особо не реагирует и на протяжении последних опять же 2-3 недель мы видим как канадец упорно укрепляется на этой неделе ситуация может измениться друзья ну буду держать вас в курсе на брифингах хорошо что у нас есть возможность с вами видеться каждый день ну и конечно же мы ждем развязки по на брекзиту безусловно относительной развязки поскольку сейчас речь идет не о окончательном выходе англии состава европейского союза хотя все может быть мы ждем 31 октября это вот дедлайн своего народа когда англия должна покинуть и с новым есть одно но как и всегда и сможет дать англии очередную отсрочку в принципе мы ее и ждем сегодня а завтра ну давайте чуть подробнее теперь начнем с нефтянки также друзья я напоминаю что традиционно по понедельникам стараемся крупными мазками разобрать все что происходит на финансовых рынках но я приглашаю вас на вебинар который состоится также сегодня в 1630 по московскому времени правильный понедельник будем говорить об основных фундаментальных событиях ну что же давайте посмотрим на нефтянку 61 54 это текущие котировки в целом интерес к нефти сохраняется мы держимся выше 60 это позитивный момент для покупателей для меня но я как и раньше отмечаю что рост нефтянки сейчас очень сильно наверное притормаживается и потенциально может быть сведен на нет если риски связанные с опасениями относительно темпов роста мировой экономики все-таки возьмут верх над трейдерами эти опасения они актуальны особенно после того как на прошлой неделе мы получили слабые данные по производственным индексам еврозоны ведущих экономика валютного блока мы получили слабую статистику также и по сша в принципе на основании этих данных мы и настраиваемся под высокую вероятность мучения монетарной политики на этой неделе я сейчас друзья считаю что мы можем пользоваться даже локальным позитивом по рынку нефти потому что старые темы уже избиты локальным позитивом является например снижение запасов и в частности в этот раз точнее на прошлой неделе был зафиксирован спад не только запасов нефти но еще и бензин и дистиллятов такое в принципе редко происходит если мы с вами констатировали что вся эта статистика стала следствием более высоких показателей загрузки национальных американских нпз сокращение экспорта и импорта я думаю что может быть мы упремся даже в новую тенденцию когда запасы будут снижаться то есть если данные по запасам на этой неделе также укажут на снижение у нас будет еще одна возможность друзьям подержаться выше 60 а может быть даже и по претендовать на уровне повыше доллар иена 108 72 сейчас все находятся в преддверии в ожидании заседания американского регулятора накануне точнее в конце прошлой недели трампа еще раз выступил с словесными интервенциями относительно того что фрс он нужно снижать ставки как это делают другие регуляторы и трамп абсолютно уверен то что ставку нужно снизить не только до нулевой отметки а фактически увести ее и на отрицательную территорию в этот раз друзья я абсолютно уверен что ставку снизит заложено ли это в цену большой вопрос особо мощные нисходящие динамики по доллару я не видел полагаю что ставка все-таки будет снижена на 25 базисных пунктов и это найдет отклик в нисходящей динамике в долларе поэтому по доллару и не сохраняем короткие позиции повторюсь что цели гораздо ближе к отметке 105 иен за доллар если у нас ставка на снижение доллара соответственно ждем роста котировок золота 1505 долларов за тройскую унцию сейчас цели находятся выше 1525 это ближайшая цель долгосрочная 1550 на фоне роста или скажем так сохраняющейся неопределенности в отношениях сша и китая при негативном развитии событий снова может быть спрос на защиту настолько значительным что мы увидим такие котировки евро против доллара 1 10 84 большое спасибо драги который в очередной раз напомнил нам о серьезных проблемах валютного блока экономических о понижательных рисках о потенциале дальнейшего снижения инфляции в целом экономики помним его формулировку то что сейчас валютный блок складу сталкивается не с снижением темпов роста самым настоящим спадом который принципе уже можно называть наверное своим именем как рецессия индекс бизнес оптимизма ифа продолжает снижаться мы делали вывод о том что статистика будет плохой еще после того как вышли данные пози у на этой неделе у нас ввп индекс потребительских цен которые также друзья разочаруют евро уже снижается ждем закрепления снова ниже планки 1 10 фунт против доллара 1 28 16 допускаю что на этой неделе фунт также станет самым волатильным и интересным активом рынка форекс потому что сегодня завтра и с должны вынести вердикт давать ли отсрочку англии очень болезненная тема сейчас стоит для первых и для вторых я напомню что само правительство англии уже не раз давало понять есть что лучше бы эту отсрочку не предоставлять за нее выступает парламент англии но окружение бориса джонсона примеры англии в принципе его личная позиция уже была и мной ранее донесена вам друзья что отсрочка ничего не изменит только усилит неопределенности оставит страну в таком подвешенном состоянии поэтому он пытался зайти с разных сторон и со стороны меркель и со стороны франсуа именели макрона точнее для того чтобы убедить их воспользоваться имеющимся у них правом вето на любое решение о пролонгации об отсрочке этого самого а брэкзита есть действительно в замешательстве потому что они видят негатив со стороны правительства и думают стоит ли вообще целесообразно предоставлять эту отсрочку поэтому уже три раза пытались ее согласовать но опять же ввоз и ныне там сегодня очередное заседание если сегодня не согласуют завтра будет последний день и разумеется если и завтра мы убедимся в том что отсрочки нет будем готовиться к жесткому брэкзита который случится 31 октября я советую друзья держать короткие позиции ну и по остальным инструментом доллар канадец как я уже сказал ждем среду решение поставки комментарии от банка канады давление на канадца и в целом пару выше уровня 132 по австралийцу завтра выступление председателя резервного банка австралии филиппа лова который как и всегда должен намекнуть нам и либо очевидно сказать что ставки будут снижаться и дальше поэтому текущие уровни выше 0 68 прекрасная возможность продавать австралийцы против доллара на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания